спонсор выпуска продавец света добрый день дорогие наши друзья наши подписчики и просто мои зрители канала добра и позитива говорит и показывает правильно москва но речь в сегодняшнем ролике пойдет про италию я просто решил записать сегодня такое некое вступление перед тем как вы посмотрите основную часть этого ролика потому что у меня очень много старых видео где я бывал в тех или иных городах италии эти ролики короткие там по три минуты по 2 по 5 но как мне кажется там очень много интересного да то есть это и неаполь это и рим ну короче говоря очень 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 много разных всяких городов я просто как бы решил эти все ролики объединить в один потому что эти ролики как бы старые их мало кто смотрел и мало кто вообще видел и поэтому я решил такой знаете сделать некий микс назову этот ролик просто моя италия или италия глазами сергея симонова вот не судите строго эти ролики были сделаны давным-давно может быть там три-четыре года назад какие-то ролики я недавно выложил в общем одним словом рекомендую вам их посмотреть хорошего просмотра ну и чего скоро увидимся пока спасибо а я был изъяты из крипты для осведения была предоставлена возможности нет а бат узлечия вархоломею карбачи такой богатый до этого он был подарен сердцем царем урушим вторыми несколько веков покрывал мощи святителя николая внизу в крипте но когда семнадцатом веке будет и исходя из из его лика темного говорили что святой николай как бы из африки родом византийского художника рико из кандии посередине у нас присвятая богородица она держит иисуса христа иисус христос смотрит на ангелов один ангел ему предрекает распятие видите с крестом с другой стороны ангел держит в руках орудия пупки и называется это капелло еще шедевр базилики это трон аббата ильян который так как строил эту базилику аббат илья украшал его потом аббат истахи и аббат ильян изготовил этот трон для папы урбана порога который должен был приехать в баре заседал на этом троне целую неделю это было в 1098 году сзади у нас находится мавзолей бонус форса бонус форса это дочь миланского герцога но она вышла замуж за польского короля себе на ее правление польша пережила свою золотую мужчина ватикан похоже мучек людовика православная свадьбы здесь происходят мучек людовика короля здесь находится мучек святого николая в ней тут смысл пойдет православная он пашил драгоценными камнями то есть он специально добивался разрешения построить ее численно очень приятно Драгоценные камни, мальчик, очень дорогущее золото. Колонна из красного мрамора. История этой колонны такова, что святитель Николай, находясь в Риме, проходил мимо разрушенного дома женщины легкого поведения и увидел эту колонну. Он столкнул ее в Тибр, в Риме. И когда он вернулся в мир Ильикийский, эта колонна каким-то образом чудодейственным всплыла в порту города Миры. Он вместе с ангелами в базилику и устанавливает на месте, не доставала одну колонну, и корректик, и устанавливает на место второй колонны. И здесь мощи находятся. Вот тут эта редкость бывает, когда людям дают молиться. Очень редко. Я только что помонялась. Дробница аббата, который строил эту базилику. Вот фамилия моряков, которые здесь захоронены вдоль стены. Которую похитили. Похитили. Которую похитили мощь святителя Николая и сюда привезли. Вот. Говорят, что как будто бы они вдоль вот этой стенки похоронены все. Вот крепостная стена. Здесь был... Голод парит. Ага. Голод парит, да. Скорее прям летит как, да? Ага. А супруг как зовут? А? Все. И нас никто не проверял, что мы несем, куда мы несем. А вот обратно, вот вопрос. На автобусе, как они будут? Все, в Армане затарились. О, видали, какую рубашку мы нашли? Вот сколько воротников. Видишь, какими? Тут 4 варианта идет в этом, понимаешь? К этой рубашке. Я считаю, одну рубашку купил, у тебя как бы 4 разные варианта, да. Вот. А это вот такая блестящая. Вот так. Натурится, ага. И ремень еще такой. И курьёвса. Ремень такой. Вот такие вот мы меряем тапочки. Протели розетти. Вика босиком перемерила все. Супер. Не, я сошли на вами не хочу. Вот какие цветочки у нас нарядные. Здорово. Класс. Сейчас едем обед. К одному, как там, они у нас тоже 6 лет, вышла снова в лучшую лигу. Вот сюда сейчас все знаменицы. Вот Интер, Милан, Рома. Стадион. Приезжают. В прошлом году про союзить, без проблем вообще. К морю ели. Торе Амаре. Башню Сан-Никола. Тих дальше. Это башня. Вот тут в ресторане такие черепашки. Вот они какие, зелененькие мордочки у них. О, это мы еще ничего не заказали. Она уже... Это антипакт. Повезли попробовать. Ух ты. Посмотри, посмотри, Серджио. Серджио. Супер, да? Да. Все как заказано. Валера, молодец. Нас привез правильное место. Мне уже все нравится. Валера, Лена. Это бомба. Италия. Вот вам куда надо ехать. Будем уговаривать, чтобы Лена поехала. Я даже думаю, что я вам составлю компанию в следующий раз. Ага, и я тоже. Покупа, гвоздь делала. Вот Сереже, что принесли. Это принесли мне капучино, вы не представляете. Ресторан. Во. Перфекто. И ресторан вот этот вот дяденька, он сейчас пойдет сзади. Ты его сними, камера обязательно. Хозяин ресторана, он салтет на ключе. Мужик реально. Почтет. О, он стоит. Работает, бегает, дедок. Антипаста такая была. Просто супер. Я тебе скажу, просто бомба. Десять блюд. Что мы ели? Как это трясет? Рикотта. Риза-потата-коцца. Да, риса-потата-коцца. Потата-коцца. Потата-коцца. Рикотта. Что еще мы ели? Полипо, осьминогу. О, хлеб домашний. Все с собой. Креветки, кальмары, мидии. Ну, то есть, просто вообще бомба. Валера привез нас в такое место. Мы заедем на суббитую. Я не знаю просто. Это сказка. Я говорю, просеку выпьем. Давай, пей кофе. Я в шоке. Нет, ну я просто говорю. Просто в голову. Это нас Валера привез на виллу. Здесь можно заказать апартаменты и проживать. И вот там море находится за этой решеточкой. Ну, какой кактус огромный. О, песочек здесь. О, какой-то монтальчик. И газончик. По такой аллее едем к Альтрабео. Готов. Готов, да? Ой, прям апс, почему? Кстати, недавно сделали. Ну, здесь была дорога, но вот эти корни этих деревьев. Старые ступали, поднимают. Было, ну, ладно. Слушай, ну тут, видать, элит какая-то живет, да? Ну, не знаю. Вся дорога в горы ведет вот вдоль этих той. Таких многовековых. Им, наверное, сто лет как минимум. Да, наверное, воздух такой, да? Наверное, не было. Холны, никакие огромные. В следующей погоде повезло не так жарен. А у вас искать, наверное, нет. Это было в Израиле. Это было, да. Наверное, кофе будет где попить, да? Там какие-то у меня ассоциации есть свои, да? Для будничнего дня. Ну, да, мне вот Израиля полина. Да, сколько сейчас? Сейчас будем подъезжать к трулям. Вот это колокола. Он занимается, вообще, у них 4 трактора, вот это вот спар. Это черешня. Вон, какие сено роликами сворочено. Аккуратненько, как все. Да, вот они собирают, Вик, посмотри. Вот черешню вручную собирают. А внутри дерево полое. Веток нету, только по периметру, как сфера. Запущено, что здесь же. Сейчас труля увидите, вот труля-ля. Вот именно, как она сделана. Труля-труля-труля. Просто сложен без цемента. Это так делится земля, да? Да, это делится земля участок. Ну, самое то, наверное, да? Нет, вот для, в принципе, для экскурсии нормально. Трули. Могут лежать даже какие-нибудь, ну, знатные люди. Ой, как красиво. Угу, кладбище. Спасибо, красиво. Со склепами. Трули. Когда собачьи будки сделаны, трули. Вот они, какие будки собачьи. Прикольные. И народ живет в этих домиках. Ой, сколько этих домиков. Трули, городок труля-лей. Труля-ля, труля-ля-та. Трульчики-матрульчики. Пойдем, Вика. Это оливковое дерево, наверное, да? Трули. Ага. Музей, сейчас музей, это, вот, бельное, видите? Унитаз, сушилка для белья, рукомойник, колодец. Кровать такая, обчинная, битая. То есть, где кровать, где кровать делался, 100 квадратов, и вот, на полкового времени. Вот здесь стоял вот это поселение, вот этот стол старенький. Там вот у них была кухня, вот там в маленькой комнате была кладка, там были орудия труда, и жили маленькие, ну, животные, домашние курищики. Ага, вот там за занавеской. Можно сейчас попробую здесь кое-нибудь снимем. А это было как детское, да? Я просто говорю. Детей уже в которых виданы, и вот дети большие жили там побольше. Там, наверху. Да. Где зеркало. Угу, прикольно. Но там помещение маленькое. Даже для птички место. Стирик. Да? Стирик. Весь. Не умирай. Тографируй вас. Ой, что только нету тут. У меня настроение просто здесь повышается. Ну, Брайан, ты вина выпил? Проходи. Иди сюда. Помидоры, перчики. Вот это, сразу говорю, это паста с перцем. Это лук и фиш там. А здесь маленький перчик и тоже рыба. Это помидоры сухие. Это вот такие оливки размером по 3 сантиметра. Вот размером по щепку пальца. Вот здесь надо жить. Принуть. Что это такое? Смотри, все полотенечко завернуто. Сейчас мои магнитики есть тут. Ага. Это такая кухня была. Видишь, хлеб. Маленький старый музейчик. Вот это, да. Это как вот. Вот это было. У них здесь. Орудия труда. Здесь вот она вам даст. Опять же, я говорю, не стесняйтесь, что вот говорить. Я хочу это. Значит, пробуйте. Ух, какие сухари большие. У него в 2004 году была темная. Это в 2004 году была темная. Я читал, какое вино дают нам попробовать. Просто вообще сказка. Сеньорита. Валера, Лена. Жалко, что вас нет, конечно. Но, блин, вы в таком погребке. Все чуть-чуть. Это просто вообще сказка, да? Это красная шапочка. Бабушка. Любка из серой волки. Коричневый волк здесь. Клап. Прикольно вообще. Вот так вот. Здесь тоже есть магниты. Есть, если вам интересно, открытки. Кстати, вот. В 2020 году такие улицы были. Фотки. Мадим, спасибо. Вот какие-то мифические знаки для инопланетян, наверное. Там вот костел какой-то. Какие-то знаки мифические. Что-то обозначает у них там. Сердце. Полумесяц. Солнышко. Солнышко. Очень сильно. Как я говорил, шерсть на стенах. Он сидел от одного-двух метров до 60 рублей. Это вот сон делает с местного камня своими руками. Это вот мастер свое дело. Вот видите, он с Альбаном. В миниатюре. Вы знаете, что здесь также есть козет Альбана Рамина Вифска. Ну, Альбана Рамина Вифска. Альбана Рамина Вифска. Ну, понятно. Альбана Рамина Вифска. Здесь. Здесь от Бали 110 километров. Вот его там отель, козет. Там он делает вино. Кто же. Мы купили спиртного. Вот. Ой, и вот там еще Валера тащит впереди. И вот и заканчивается наша экскурсия по Альтабелло. Птички летают как. Маленький такой городишко. О, понравилось. Вот. О, класс. Ой, только в нас пропустили бы через Царина. Алькара Белла. И теперь мы едем. А море где, с какой стороны? Вот там море. О, там за горизонтом море. Ну, километров сто, там это отмотали, наверное, да? Если не больше, наверное, да? 120. 120. Вот за весь путь, да? Раз пятый Иисус. На горе. На горе. И вот там. А это что за город? Вот это справа, да? Да. Но мы его к стороной обходим, да? Мы выйдем только перед ним. Перед ним и на автостраду идем. Ой, какое плата. А там порт. Да, да. Да вот там как раз-то и стоит наш кораблищик. Да. Ну что, дамы и господа. Прекрасная у нас сегодня была поездка. Вообще отличная, просто замечательная. Столько всего купили. Опять полные сумки. Купили платок Гермес Вики. Такую подставку для ключей оранжевого цвета. Просто супер, офигенно. Просто бомба. Мне купили две рубашки. В общем, короче, все в поддаках, в призах, там вообще в сувенирах. Просто супер. Вика довольна. Платочки ей купили. Оригинальный Гермес. В общем, супер. День просто чудесный. И погода супер классная. Класс. Магазины просто супер. Офигительно. Сальвадора, пирога, мы целый магазин. Вика пошла в магазин Blue Marine. Офигеть, что тут много разных всяких магазинов. И вот Versace сейчас заходили. Сумка 450 евро. Ну вот прям, ну не ах прям. Ну вот так прям сказать. Хотя, конечно, Италия не дешево, не дешево. Но квалитетно, зараза. Все квалитетно, конечно, вообще. Супер. Валерка, молодец. Наш возила сегодня весь день. Красавец. Столько нам показал, столько всего. Но от Барри остались прекрасные впечатления. И такая приятная усталость, и куча подарков, и вкусный ресторан. Ну просто чудо. Сегодня день просто сказочный. Хоть немножко суетной такой, но прекрасный. За день в день, получается, слишком много. Слишком много информации. И ты знаешь, на самом деле, реально много. Вот даже для нас, для бывалых, да, и то это много. Ну что, вот мы отплываем из Италии. Провожает нас лючка капитания. Вот. Выводит нас из порта. Шкипер. Вот, я не знаю, плохо, правда, передает камера, но... По ходу дела видно. Вот это вот такой вот старый город. Это все-таки не Барри, мы извиняемся. Нас припарковали рядом... Как это правильно называется, город? Как он? Ну, в общем, короче, пригород Барри. Отсюда еще вот мы 30 минут ехали на автобусе. Ну, правда, таможня, ничего вообще абсолютно нет. Мы все переживали там. За вино, за масло там, что-то там. Никаких проблем абсолютно. Все просто отлично. Тащи что угодно. Тащи хоть что. Я не знаю, там, я извиняюсь, конечно, даже можно было оружие принести на борт. Никто слова не сказал вообще. Просто зашли и поехали, и все, как на такси. Абсолютно. Ну, вот, прекрасный сегодня день был. Чудесный. И покупки, и кухня, и ресторан, и все. И, ну, просто... Спокойной ночи. Да. В общем, пожелайте нам спокойной ночи. Прекрасное сегодня времяпрепровождение было. И спасибо огромное Валерию и Ольге, которые нам прекрасно сделали этот незабываемый, замечательный день. Июньский. Спасибо, ребята, вам большое. Завтра увидимся уже. У Черногории. На нашей второй родине. Чао. Пока. Доброе утро, дорогие наши телезрители. Прекрасное путешествие по Италии подходит плавно к своему завершению. Наш паром Святой Стефан Монтенегра Лайнс. Я не снимаюсь, я не умывалась. Привозит нас обратно в Черногорию. Город Бар. И через полчаса мы выходим уже на... на своей малой родине. Сейчас вот пьем... Да, пьем капучино, пьем кофе. Вот, и выходим. Вон наши инструкторы, все эти гиды. Потихонечку сейчас будем собираться. Путешествие у нас просто the best. Просто 5 баллов. Так что не завидуйте нам. А сами приезжайте и все увидите. Чао. Скажи чао. 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 Эй, ты, Мики-сей. И чай. Сей. Ты. Товча. force. Чао. А изменamientos. Чао. П Yellow. Это доберек buy. oy soft. Чао. Чао sand话. У минус. Ты спешу на humans. Ты здеврена. У encourage. У мамы. ч. Тать бем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Non importa se poi sarò un destino amaro Non importa perché tu sei per me il bene più caro Non importa se poi mi cercherai lontano Allungando una mano nel cuore vicino mi troverai Ci sarò per sempre In ogni parte e ovunque Ci sarò con te per sempre Se qualcuno non ti sente Non importa se poi sarò un destino amaro Non importa perché tu sei per me il bene più caro Non importa se poi mi cercherai lontano Allungando una mano nel cuore vicino mi troverai Allungando una mano nel cuore vicino mi troverai Ci sarò per sempre In ogni parte e ovunque Ci sarò con te per sempre Non importa se qualcuno non ti sente Non importa se poi sarò un destino amaro Non importa se poi mi cercherai lontano Non importa se tu sei per me il bene più caro Non importa se poi mi cercherai lontano Allungando una mano nel cuore vicino mi troverai Allungando una mano nel cuore vicino mi troverai Allungando una mano nel cuore vicino mi troverai Su confessa amore mio Io non sono più solo l'unico Hai nascosto nel cuore tuo Una storia irrinunciabile Io non sono più il tuo pensiero Non sono più il tuo amore vero Sono il dolce col fondo amore E non mangi più Ma perché tu sei un'altra donna Ma perché tu non sei più tu Ma perché non l'hai detto prima Ma perché tu sei un'altra donna Non sarà amato mai? Non sarà amato mai Ma perché tu sei un'altra donna 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 Sono il dolce col fondo amore Che non mangi più Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие мои друзья, дорогие мои телезрители, мои подписчики. Мы находимся в Италии, в чудесном, славном городе Венеция. Вот. Приплыли мы сюда на корабле. Корабль наш стоит в порту. А мы сейчас находимся в самом центре Венеции, на площади Святого Марко. О! Вот такая вот здесь красота. Бьют колокола. Это хороший знак. Мне это всё, конечно, безумно нравится. А такие вот оливы здесь расположены. Вот такой вот магазин в Венине. У нас такие люстры есть в Черногории. Это безумно дорогой магазин. Не удивлен, потому что он находится на самой центральной площади. Вот такой вот собор. Прекрасные чайки летают. Много интересного было у вас. Я вам показывал про Барселону. А теперь вот про Италию. Всем своим друзьям передаю огромный привет. Пойдемте посмотрим, что там дальше. Передаю привет Сереге, боксеру из Швеции, из Готеборга и его супруге Юлии. Ребятам в Италию передаю привет огромные Сереге и Татьяне из Италии. Вот. Вот такая вот площадь. Классная. Народу тут, конечно, дохера. Ну, оно и понятно. Туристическое место. Сейчас я вам покажу немножко, вот подальше отойду и покажу вам сам собор Святого Марка, где мощи Святого Марка расположены. Вот он, он какой красивый. Вот это самая такая вот точка здесь, центральная, помпезная. Вот. Здесь вот все, вот как бы вся туса и происходит. Виктория Викторовна, передайте привет нашим друзьям, подписчикам. Вот у нас еще вот один подписчик, Звереноки, вот он тоже вот заинтересовался моим творчеством, моими роликами. Вот ему тоже передаем огромный привет из Италии. Стас Ксон, тебе тоже привет огромный. Вот такая вот здесь красота, мозаика такая, вот, конечно, камера она не передает. Вот, ну, давайте поближе подойдем, я вам просто покажу, что тут есть еще. Вик, а там магазин Вини я нашел. Слышь? Ты видела? Люстры безумно дорогие, по 5000 евро. Или по 6 даже мы платили, уж сейчас не помню. Вот, посмотрите, какая красота. Вот такая вот здесь красота. Ну, Италия католическая, поэтому здесь вот все соборы, они, соответственно, в таком, немножко своеобразном своем стиле, католическом. Вот, ну что, вот это вот знаменитый лев. Вот этот вот знаменитый лев, который вот, он тоже на всех путеводителях, это визитная карточка Венеции. Вот, сейчас мы до него дойдем, посмотрим поближе, что там, как. А в этом соборе находятся мощи сведома. Я уже сказал. Вот, посмотрите, вот такая вот здесь еще есть церквушечка. Вот, с такими коваными воротами, бронзовыми. Посмотрите, они какие уже зеленые стали от времени. Вот такой вот хвост стоит, очередь. Вот такие вот здесь фрески. Здорово. Классно, здорово. Молодцы. И вот такая вот башня, на которой как раз звонили колокола. Вот. Вот там тоже так красиво, да? Здорово. Часы такие, в форме знака Зодиака. Вон они, они по центру колонны. Синего цвета. Вот. Вот здесь вот такой вот тоже проход интересный. Сделал. Голубей здесь тоже до хрена. Вот. Ну, короче, ребята, идем дальше. Как скажет Серега, боксер из Швеции, из Готеборга. Сейчас посмотрим, что там дальше. А там что? А там вот рестораны. Музыканты играют какие-то свои там местные. О, какая чайка, смотрите. О, какая чайечка. Боится, боится, боится. Ладно. Вот. А вот это вот большой канал. Гондола сервис. Сейчас мы с вами подойдем поближе. И я вам покажу гондолы. На которых тут все катаются. Вот. Я купил тут ящик Просеки. Я купил в ящик Просеки. Купил пармезан, бальзамический уксус. И у нас по плану еще будет обед в ресторане в итальянском. Вот. А вечером мы на корабле отправляемся дальше. Следующая наша остановка будет город Бари. Тоже Италия. Это на самом каблучке, на самом юге практически Италии. Регион называется Апулья. Вот. Следующий мой ролик будет оттуда. Вот. Сейчас я вам покажу гондолы. Вот такие вот здесь красивые стоят. Вернее сидят гондольеры. Это чуваки, которые рулят, короче, эти все гондолы. Таких вот они в национальных. Вот таких вот костюмах сидят. Вот. В таких вот шапочках. Вот. Обедают, сидят, ждут клиентов. Чао. Чао, чао. Здраво. Вот. Вода, конечно, грязная. Вот. Ну, сейчас я вам покажу, короче. Вот эти вот гондолы, это произведение искусства. Каждая из гондол вообще неповторима в своем роде. Она делается вручную и долго занимает по времени. И стоит она приблизительно как дорогая хорошая иномарка. Так что вот так вот. Вот такой вот островок там. Вот. Ну, и вот сама вот Венеция вот какая-то вот такая вот она. Интересная, короче. Ну, ладно, ребятки. Давайте. Чао. Скоро увидимся. Ждите от меня дальше интересных разных всяких роликов и прямых включений. Пока. Чао. Вот такие вот здесь гондольеры. На гондолах шуруют Венеция. Всем советую хотя бы один раз в своей жизни побывать в Венеции. И ощутить всю прелесть этого сказочного города. Просто очень необычно. Красиво. И как они разъезжаются, видите, да? Вот так вот все это происходит. Это уметь надо управлять такой штуковиной. Еще одна идет. Смотри, как он разъезжается с ним. Просто мастерски. Здорово. А мы зашли в какой-то крутой ресторан с Викторией Викторовной. И пьем, как вы думаете, что? А пьем мы вот такую вот просеку. Я заказал артишоки. Вика заказала какие-то тушеные баклажанчики. Так что прекрасное времяпрепровождение у нас. Ладно, друзья мои дорогие. Будьте счастливы. И здоровы. Чао. Пока. Добрый день, дорогие мои друзья, мои подписчики и просто мои телезрители. Рад вас всех приветствовать на итальянской земле. Мы находимся на юге Италии в городе Матера. Чем славен этот город? Значит, в 2003 году вот в этом городе снимали фильм «Страсти Христовы» с Мелом Гибсоном. А вообще вот в этом городе снято порядка 46 или 49 фильмов. Вот. Вот этот вот очень старый город. Вот. Он находится на небольшой возвышенности. Где-то в 45 километров от города Бари. Вот. Здесь вот. Вот такие вот домики, врезанные в скалы. И глубина этих домиков находится до 40 метров в глубину. И с 62 года здесь уже никто не живет. Вот такое вот здесь прекрасное место. Сейчас мы дальше пойдем и все посмотрим. Вот. А сейчас мы зашли вот в такой прекрасный ресторан. Называется он «Бакус». Сейчас мы вам посмотрим, что у нас там есть внутри. Сейчас мы зайдем и посмотрим. Вот такое вот меню здесь есть. Все стоит недорого. И как нам сказал шеф-повар, должно быть все очень вкусно. Потому что местный, южный, вот этот итальянский специалитет отличается от другой Италии. Короче, сейчас мы все будем пробовать и все будем смотреть. Чао. Вот. Вот такие вот ребята. Вот такая вот открытая кухня. Вот так вот все готовится. Вот этот шеф-повар. Да. Вот. Все для нас готовит. Вкусненько нарезает. Смотри, как все. Вообще. Ммм. Перфекто. Перфекто перфаворе. Вот. Это говорит о том, что ресторан хороший. Потому что они не скрывают то, как они это готовят. Вот такая вот у них интересная тема. Сейчас будем пробовать итальянский специалитет. Вот. Вот такой вот ресторан. Как вы видите, народу никого нет. Мы сидим одни. Вот. Это наш гид, наш водитель Валерий. Уже не первый год, который нас встречает. Любезно нас как-то провожает. Везде нам все сопровождает нас. Вот. У нас есть новое место, а потом провожает. Да. Ну, в хорошем смысле, конечно. Да. А вот это вот шеф-повар на картине изображен. Вот. Посмотрите. Сейчас я вам приближу, вы поймете. Похож, да? Вот. Это вот кто-то его нарисовал здесь. Вот. Пьем мы просеку. И будем есть разные всякие вкусности. Вот. Сейчас пойдем посмотрим, что там есть в этом ресторане дальше. Вот здесь вот такой вот погребок. Это то, о чем я вам говорил. То, что вся Матера, она изрезана вот такими вот пещерами. И вот такими вот разными всякими. Видите? Короче, здорово. Чао, ребята. Привет. Ну, ладно. Мешать им не будем. Пусть они нам готовят, чтобы было все вкусно и классно. Пожелайте нам приятного аппетита и хороших впечатлений от города Матеры, от Италии. О, вот такая вот штучка. Попробуйте вот сыр. Да, и он его пришпарил на плите. Вот этот сыр сделан на мангале. На мангале я видел, он его жарил, да. Это местный сыр. Вот такая вот тема интересная. Ну что, приятного всем аппетита. Спасибо. Чао. Иду. Здравствуйте, дорогие мои друзья, мои подписчики, мои телезрители. Мы ведем свой прямой репортаж из Матеры, из Италии, из самого юга, город Матеры. Это фильмы начинают там. Вот. Вот так вот называется город. Вот здесь вот снимали фильмы. Вот это все фильмы, которые снимали здесь. Здесь 26, нам сказали, что 46. Один из самых знаменитых, это Страсти Христова. Сейчас мы пойдем посмотрим, что там есть. Вот такой вот музей. Вот в этом месте как раз и снимали. Это кино. Домик, то есть зал. А здесь вот они, в основном, нарушили, обедали, обедали. Турканский станок, сушилка для белья, рукомойник. Ну и все орудия, что они использовали. Кровать, видите, кровать немножко приходится. Потому что внизу кровать обитали. Ну, колбаску сушили. Вот такие вот ворота. Вот такая вот спальня. Это вот все вырублено в скале. Вообще, честно говоря, на улице плюс 42. А здесь, наверное, градусов 10. Это вот а-ля сортир. Ну, я думаю, что да. А мы идем вниз. Кормушки для животных, видите, сразу разница температуры, да? Здесь жили животные. Здесь жили животные, кормушки для животных. И внизу, видите, вот ступеньки, если там зацементировать, здесь и ставили такие же ступеньки, которые 50 лет назад. То есть, видите, песок стерся. И вот там внизу винный погреб. Вот там он заканчивается. Если туда спуститься, то будет еще разница. Вот это мне интересно. Винный погреб, это прям для меня. Сейчас мы спустимся, посмотрим. На самом деле, здесь, конечно, очень холодно, ребята. А вот здесь вот делали... Вот в таких сосудах делали вино. Так что, дорогие мои подписчики, если вам вот это интересно, вот посмотрите, сколько здесь градусов. Здесь 12 градусов. 12 градусов здесь. 12. Вот, вот такие вот бочки здесь. Вот такие бутылочки. Да, потрясающе. Да, я и представляю, почему их так долго выселяли. Так что... Да нет. Винный шкаф. Да. И вот я теперь понимаю, почему у них такое хорошее вино здесь. Мы сейчас были в ресторане и взяли прекрасного вино. Вина. Примитива. Называется сорт винограда. Вот. И мы взяли таких 4 бутылочки. Вот. Так что, короче, здорово. Дорогие мои друзья, смотрите наш канал. Вот. Думаем, что мы для вас много сделаем всего интересного и хорошего. Вот в таких вот интересных местах мы бываем. Да. Вот смотри, папироне. Это кухня. Посмотрите, какой. Это я не знаю, какой это век. Пиво, пиво, но это 60-й год. Это 1968 года. 60-й год. Здесь жили... Прошлого века, между прочим. Люди? Люди жили... 1968 года. А это кухня. Вот здесь вот так вот они кашеварили. Короче, здорово. Хорошо. Наверное, как бы в каком-то китар-другом он и садился, и... Потрясающе красиво. Видите, даже сканилась томатная паста. Да, и там какой-то люк был еще сверху. Вот справа. Что-то он обозначил. Вентиляция, скорее всего. Вот, скорее всего, вентиляция, да. И вот так вот сейчас это с погодом. Хорошо не жили, я тебе скажу. Ну, вместо... Кстати, гиды, которые нас здесь водили, показывали, говорили, что им... Здесь у них огонь был, да? Здесь кухня. Ну, кто-то шапку даже забыл. Не, итальянцы, конечно, молодцы. Короче, чао. Увидимся. Дорогие мои подписчики, мы находимся в Наталье. Вот здесь вот только что были дизу. Сейчас поднялись на самый высокий уровень. А здесь, на этой площадке, снимался в основные кадры фильма «Страсти Христовы». А вот на короли вы видите эти красные цветочки. Вы там видите замок. Как называется этот замок? Как этот замок на фрошюте? Смотри, как работает. Представляете? Ущелье. Не надо так проехать на фрошюте. Видите, как мы волнуемся, что нельзя там. Представляете, это 15-й век. 15-й век. Здесь раньше жили монахи, а потом постепенно, постепенно. Пока. Здравствуйте, дорогие мои друзья. Мои подписчики, мои телезрители. Нетрудно догадаться, что мы свой репортаж ведем из Италии, из Венеции. Вот уж не мог я и подумать, что я в этом году аж два раза буду в этом вечном городе. Сказочном. Вот такие вот здесь вот развалы уличные классные. Такие торговцы, тут маски. В общем, ну, все понятно. Много народу, много всего продают и много всего покупают. Туристов просто здесь дофига. Впереди, вот если вы видите, да, находится площадь Сан-Марко. Венецианский лев. Я вот в первом ролике про Венецию вам про него рассказывал и показывал его, да. Вот, соответственно, неотъемлемая часть Венеции это гондолы. А мы приехали на катере вот с той стороны из-за острова Бурана и Мурана начинается Лидо. Вот, там наш отель Континентал. Мы в этом отеле будем ночевать сегодня одну ночь. А завтра пойдем на круиз в город итальянский Савона. Так что вот у нас перспективы такие вот, пока по Италии полазить. А Лидо это основной остров Спрут, который охраняет Венецию от того, чтобы она не разрушилась. Понятно. Пошли дальше. Ну ладно, вот мы пойдем дальше, посмотрим, что тут еще есть. Ну и немножко пошопингуем. Посмотрим, что тут может быть продается интересного. Ладно, ребятки, пожелайте нам хорошего вечера. Пока. Чао. Ну как вам ролик? Мне кажется, лайк я заслужил. Жирный. Спасибо за просмотр. Все. Чао. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok